Нам поведомили информацию про то, что в ближайшее время тут не будет никакого интернета На жаль, я вам поясню, да, действительно, дякую, что вы скажете, Москов Кролин Да, мы действительно стримаем, мы показываем, мы показываем все, что здесь происходит, но, к сожалению, реально здесь глушат наш сигнал, реально нас отстреливают, чтобы мы не показывали в прямом эфире то, что происходит Вот вы видите, сейчас просто летит стекло сверху Вот, они не хотят, чтобы мы показывали в прямом эфире информацию, что происходит на Майдане, потому что понятно, что люди, которые нас видят, они получают информацию, они делают выводы и это мобилизирует людей Ну и более того, я хочу сказать, что еще и спинная ТВ, это не просто телеканал и обычные медиа, это медиа-активисты, которые... Мы имеем свою общественную организацию спинного бачения и общественная организация спинного бачения имеет визию, которая еще полгода назад прописана, мы сказали, что мы хотим поменять систему власти Полгода назад мы об этом заявили, сейчас об этом не говорим только ленивый в Украине, наконец-то люди начинают понимать, что невозможно при нынешней системе власти построить другую страну Невозможно сейчас провести честные выборы, это нереально, почему? Потому что за существующим законодательством в любом случае купят, в любом случае смогут посчитать не так, как надо Смогут исказить результаты выборов Поэтому мы меняем систему власти, иначе в этой стране делать нечего Лично я, Богдана Бабич, сказала, что три года я работаю на эту страну, три года я остаюсь в этой стране для того, чтобы сделать максимально возможное для изменения системы власти Если за три года мне удастся сделать серьезные изменения в этой стране, необратимые изменения в этой стране, я лично уезжаю из страны Полгода я уже работаю, осталось два с половиной года Вот человек идет, он контуренный, вы видите? Он контуренный, он еле идет, он ранен Он вышел просто с огня Попробую спросить, кто он, что случилось Здесь я поймаю, конечно Не, не поймаю, он ушел Вы видите, что происходит сейчас Вы видите, как близко, плотно подошел Беркут Людей не хватает Я знаю, мне из Корослини перезвонил наш корреспондент Анатолий Стример Он сказал о том, что полностью блокируют поезда Он сказал о том, что люди проверяют, просто чистят поезда Зачистку делают, проверяют, кто там есть И не пускают людей в Киев То есть люди реально не могут приехать в Киев Их блокируют Скажите, пожалуйста, в какой стране это возможно? Каким образом власть это может объяснить? Хотя я чувствую, что что-то станет с кем-то Мне сейчас прямо в чат пишут знакомые из Грузии Из России, из Белоруссии Даже из Малайзии Из Африки Спрашивают, что происходит в Украине Мой знакомый, очень хороший дипломат Он сейчас в Брюсселе Рассказывает, что там очень серьезно Очень внимательно следят за тем, что здесь происходит Вот, они стараются разобраться Но, к сожалению, они еще не понимают одной вещи Что власть договаривается с оппозицией Не может решить главные проблемы Почему? Потому что люди не стоят здесь для того, чтобы усадить Того или иного политика сейчас в кресло Люди сидят за изменение системы власти Что это означает? Это судебная реформа В первую очередь Это местное самоуправление Развитие местного самоуправления Это совсем другая система принятия решений в стране На данный момент у нас нарушена Именно система принятия решений в стране Вот мы стоим очень близко, кстати, возле Беркета